В этот день музеи посетило огромное количество людей, в их числе группа из Чердани. Первая точка на туристической карте – музей Уралкалия. Экскурсоводу удалось погрузить любознательных гостей в производственный процесс. Они будто побывали в калийной шахте, примерили на себя каску, самоспасатель, шахтерскую лампу. Увидели, как работает горная техника и узнали о людях, благодаря которым началась история компании. Ну что, давайте быстро построим наш калийный комбинат. Вот у нас есть площадка. И здесь мы построим. Для начала проложим дорогу. Увидим территорию. Следующей остановкой маршруте стал корпоративный музей филиала «Азот», объединенной химической компанией «Уралхим». Там посетителям рассказали о том, насколько тяжело было работать на химическом производстве в послевоенные годы. Поведали историю химического соединения, которая спустя годы из секретного превратилась в один из важнейших промышленных химических полупродуктов. Сейчас эти высшие лимфатические мины используются не только в калийной отрасли, но и, по-моему, в дорожном строительстве, даже в парфюмерии. И, кстати говоря, этот продукт долгое время не был сертифицирован. Нигде он не был описан, потому что он секретный, потому что не было аналогов. И сегодня мы единственные в России производим вот этот вот уникальный продукт. Отмечу, что к традиционной акции «Открытый город» оберезники присоединились впервые, и уже такой ажиотаж. В этот день музеи нашего города были буквально переполнены. Приехали не только черденцы. Отправиться в путешествие решили и жители Александровска, и Соликамска. В таких количествах, в таких масштабах мы принимаем гостей впервые. Это очень здорово, потому что вроде бы мы рядом, но историю, как выясняется, нашего города знают далеко не все. И всем это очень интересно. У нас, знаете, скорее бывают москвичи, питерцы, из Кубани люди приезжали, даже из города Мирный были. А вот соседи как-то так получается, что у нас нечастые гости. Надеюсь, сейчас будут чаще приезжать. Так как все равно черден находится недалеко от Соликамска, и от березняков, ближайшие соседи, то всегда интересно узнать хотя бы то, что находится рядом. В составе черденской группы музей березняков посетили 16 человек. Лариса Попова призналась, что для нее эти экскурсии особенно важны, поскольку на одном из промышленных гигантов трудится ее сын. Погрузиться в процесс его работы очень познавательно. Мы всегда любим путешествовать, поэтому мы набрали председателей советов ветеранов с их активом. И вот приехали на эти экскурсии. Конечно, мы в восторге, мы бывали в березняках, но в этих музеях мы еще не были. Нам очень это понравилось. Узнать, чем дышат город березники, да, как вот развивается производство. Приезжие гости посетили в этот день практически все выставочные площадки нашего города. Кстати, если и вы последний раз были в наших музеях, скажем, в детстве или очень давно, обязательно обновите свои знания. Ведь музеи с каждым годом развиваются, совершенствуя технологии. Дмитрий Асташкин, Алина Дудина, Кирилл Иранцев. Наши новости.